Хожу из эфира. Перед наступлением нового года готовы познакомиться с новинками нашего издательства за декабрь 2020 года, которые мы сейчас и кратко постараемся представить. Готовые книги вышли у нас в декабре в следующих направлениях. Это экономика, юриспруденция и право, туризм, управление персоналом и управлением общей вопросами, химия, информационные технологии, литературоведение, лингвистика, иностранные языки, история, мемуары и некоторые другие издания, с которыми я вас сейчас познакомлю. Начать хотелось бы традиционно с созданий по экономике. Первая книга сегодня у нас «Налоги и налогообложения». Это учебно-методическое пособие, которое окажет реальную помощь в освоении материала и выработке навыков и умений при самостоятельном изучении дисциплины налоги и налогообложения. Особенностью этой книги является то, что при одновременной компактности изложения материала темы раскрыты очень емко, и все темы дисциплины приведены с кратким содержанием теоретического материала по каждой из них. Даны примеры для усвоения материала, вопросы для самопроверки, тестовые задания и многое другое, что может помочь студентам подготовиться к экзамену по дисциплине налоги и налогообложения. Продолжая тему обучения по экономике, следующая книга у нас «Сборник задач и упражнений по курсу экономики». Это хорошее подспорье для студентов всех форм обучения, изучающих экономику. Издание будет полезно также издателям, преподавателям экономических дисциплин. Издание поможет в формировании экономического образа мышления, обеспечивающего понимание сущности процессов, происходящих в обществе, рационального поведения в условиях рыночных отношений, и эффективное использование полученных знаний в жизни и профессиональной деятельности бакалавра. Авторы книги включили в нее подробные слова и понятия и терминов, что окажет значительную помощь в освоении дисциплины и поможет закрепить материал на практике. Следующее издание – это «Совершенствование организации учета и анализа финансовых результатов на строительном предприятии», то есть отрасль экономики в строительстве. Эта монография была проведена исследованием на одном из предприятий, и авторами был произведен комплексный анализ финансового состояния этого предприятия, представленный всесторонне описан бухгалтерский учет финансовых результатов, предложенная оптимизация бухгалтерского учета финансовых результатов и мероприятие по увеличению прибыли. Особенность этой книги в том, что монография именно на конкретном примере показывает экономическую сущность финансового результата предприятия и теоретические основы бухгалтерского учета, то есть позволяет соединить теорию и практику в жизни реального предприятия. Такое исследование будет полезно студентам, аспирантам, преподавателям, научным работникам, которые специализируются в области бухгалтерского учета и финансов. Так вот, плавно мы переходим далее к теме юриспруденции и права. И следующая новинка декабря – это практикум по дисциплине «Римское право». Он также адресован студентам, аспирантам и преподавателям уже юридических вузов, а также всем, кто интересуется вопросами римского и гражданского права. Этот практикум содержит большое количество примеров сравнений и обращений к непосредственным источникам римского права. То есть такая достаточно узкая специальная тема, но будет полезна всем, кто интересуется вопросами римского права. Следующая книга, она посвящена современным вопросам, может быть даже касается всех, кто так или иначе задумывается о смене работы или проходит испытательный срок на предприятии. Дело в том, что воспитательный срок обычно как работодатель смотрит на сотрудника, так и сотрудник присматривается, подходит ли ему эта работа или нет, будет ли он справляться со своими обязанностями или нет. И чтобы этот испытательный срок прошел более гладко, как в интересах предприятия, так и в интересах сотрудника, Собственно, вот эта книга, если с ней познакомиться, монография испытаний работника, теория законодательства и практика, она может сильно помочь. Современный рынок труда очень жесткий и очень часто случаются случаи, что люди не проходят работники испытательный срок. И работодатели очень часто прибегают к этой процедуре проведения испытательного срока при заключении трудового договора. И эта монография, она как раз и посвящена всем вопросам, связанным с установлением испытаний работнику, оформлением результатов его деятельности по итогам прохождения и правовым вопросам восстановления на работе, если произошло незаконное увольнение работника в период испытательного срока. Эта книга адресована широкому кругу читателей, потому что практически всем, кто работает по найму, так или иначе связан как раз с периодом смены работы. Следующая книга продолжает у нас тему права. Она называется «Молодежная политика в ситуации постмодерна. Государство и общество в состоянии трансформации». Это правовые вопросы молодежной политики, которая сейчас, модель которой активно обсуждается в современной России, как работать с молодежью, как сделать ее полезной для общества, вовлечь в общественные процессы. И именно этой важной проблеме посвящено исследованию доктора политических наук Сергея Николаевича Чаруна. Особенностью принципиальной данной монографии является анализ молодежной политики в расширительном значении указанного процесса, включающего также актуальные вопросы молодежного движения, политического участия молодежи и ее политической социализации, осуществляемой в контексте парадигмы постмодерна и сетевого общества. Все мы знаем, что современные тенденции таковы, что сейчас идет объединение людей в различные сообщества по интересам в профессиональной сфере, в общественной жизни, в политической сфере. И как сделать молодежь более активной и более вовлеченной в этот процесс, как раз и рассказывает эта монография. Следующая книга у нас сегодня называется «Управление проектами. Программами». Она в двух томах. Первый том уже выходил ранее. Сейчас мы представляем второй том этого учебника, который посвящен методологии управления проектами и программами. Здесь также представлен материал по реализации проекта в конкретных областях. Это «Гибкие автоматизированные производства, человекомашинные и специализированные комплексы, научно-образовательные системы». Прежде всего, эта книга адресована научным работникам, а также преподавателям, аспирантам, магистрам вузов, руководителям и специалистам региональных органов управления. То есть всем тем специалистам, которые так или иначе связаны с управлением и реализацией крупных проектов. Продолжая тему управления, представляем следующую книгу, которая называется «Современные аспекты экономики, социологии и психологии труда». Авторы достаточно известные у нее, которые специализируются на вопросах трудового права. И данная книга как раз представляет собой учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по профилю стратегического управления персоналом организации. В ней структурировано и изложен теоретический материал о современных аспектах экономики, социологии, психологии и труда. А также приводятся практикумы, которые позволят студентам освоить профессиональные компетенции и закрепить практические навыки. Ну, то есть книга адресована всем специалистам по трудовому праву. Далее переходим к теме социология, к отрасли социологии. И следующая книга у нас сегодня – это «Социологическое исследование факторов эффективного совмещения спортивной и учебной деятельности молодежи». Это тоже монография. Не секрет, что сегодня темп жизни сильно ускоряется. Происходит очень быстрое развитие новых технологий и человеку нужно, особенно молодому человеку, нужно постоянно бежать быстрее этих общественных процессов, чтобы успевать за ними. Те люди, которые не обучаются, которые застывают в своем личностном росте и развитии, они сильно отстают и как на рынке труда, так и в других сферах общественной жизни. И все эти процессы требуют глубоких специальных знаний, не только специальных знаний, но и, собственно говоря, отличного здоровья, потому что без здоровья, сами знаете, сегодня тоже трудно. На сегодняшний день вопросы эффективного совмещения студентами учебы и спорта достаточно мало изучены. И эта первая монография стала одним из исследований, в котором эта проблема рассматривается достаточно всесторонне. То есть как совмещать студенту учебу с занятиями спортом, чтобы и там, и там достигать результатов. Книга адресована широкому кругу специалистов, занимающихся изучением социальных вопросов, влияния физкультуры и спорта на обучение молодежи в ВУЗе. В первую очередь оно будет полезно для студентов в ВУЗах и преподавателей. Следующее издание это социология этносоциальных процессов. Учебный коллектив авторов, в котором рассмотрены актуальные для современного общества вопросы, связанные с нарастанием межэтнических конфликтов, а также не менее важные проблемы возросших миграционных процессов. Все мы видим, что региональных конфликтов становится все больше, и межэтнические отношения проявляются даже в третьих странах. И как раз причинам возникновения подобных проблем посвящено это издание. Оно адресовано как для широкого круга лиц, интересующихся социально-этническими проблемами, так и на студентские преподаватели, которые специализируются на этой теме. Плавно переходим к следующей книге к отрасли психология. Книга достаточно тоже специализированная. Это монография, которая называется «Одиночество подростков. Феноменология. Факторы. Типология». Ну вот из аннотации, если так, лучше прочитать, потому что тема действительно очень специфическая. Одиночество. Кто из нас не испытывал это гнетущее чувство? Одиночество подростков отдельный тревожный феномен в реалиях современного общества. Статистика свидетельствует, что в настоящее время количество подростковых суицидов растет, и одним из главных факторов, способствующих этому явлению, оказывается сильное чувство безысходного одиночества. Узнать врага изнутри, справиться и победить его поможет данная монография, посвященная изучению ситуационных, личностных детерминантов и типов одиночества подростков. Книга адресована психологам, педагогам, социальным работникам, а также широкому кругу читателей, интересующихся этой проблемой. Опять же, стоит сказать, что в последнее время участились случаи как подростковой преступности, так и случаи, связанные с подростковым терроризмом. И здесь очень важно понимать, что от того, насколько подросток вовлечен в общество, насколько он вовлечен в процессы обучения, каких-то занятий спортом, участием в общественной жизни, очень многое зависит. Не секрет, что многие преступления совершаются от того, что подростки отвергаются в каких-то сферах и уходят в компьютерные игры, в которых много насилия, у них меняется мышление, вот это вот соединение одиночества и той информации негативной, которую они получают из соцсетей, из компьютерных игр, оно приводит как раз к очень большим проблемам. И как выявлять вот это одиночество подростков, как научиться понимать их, что с этим можно сделать и как справиться, об этом как раз и рассказывает данная монография. И здесь можно порекомендовать еще одну книгу, которая выходила у нас два года назад в нашем издательстве, это книга Дмитрия Вадимовича Муна, она называется «Терроры мы», и там тоже есть очень интересная глава о подростковом терроризме, как обычным людям видеть в окружающих первые признаки происходящих негативных явлений. И вот как раз совмещая вот эти две книги, можно очень хорошо изучить эту тему. Следующее издание у нас сегодня называется «Арт-информатика», это учебное пособие в отрасли информационной технологии, очень такая радужная обложка. Компьютерные технологии сегодня проникают практически во все сферы, как профессиональной, так и общественной жизни, особенно в условиях пандемии. Все уже привыкли к проведению уже онлайн-вебинаров, общению по Zoom, общению через чаты и так далее. Дисциплина «Арт-информатика» она достаточно новая и как раз это учебное пособие предназначено для тех, кто понимает значимость освоения новых информационных технологий и их применения в обработке мультимедийных данных. То есть это соединение как компьютерных технологий, так и искусство оформления вот этих мультимедийных данных. Прежде всего издание адресовано преподавателям и студентам гуманитарных вузов. Следующий отраслевой раздел у нас сегодня «Химия». Мы представляем книгу под названием «Учебное пособие «Качественный анализ в аналитической химии». Здесь рассматриваются общие вопросы качественного химического анализа, основы классификации катионов и анионов и эта книга поможет в освоении методов анализа веществ и их дальнейшему применению в решении народно-хозяйственных задач. Опять же издание адресовано студентам химических направлений подготовки всех форм обучения изучающих курс аналитической химии. Следующая у нас отрасль это безопасность жизнедеятельности и мы представляем практикум тоже довольно специфический узкоспециализированный организация деятельности государственного пожарного надзора. Этот практикум обретает особую актуальность в наши дни мы видим сколько у нас проходит за год и лесных пожаров и в торговых центрах пожары в новостях мы постоянно слышим о том что где-то что-то горит гибнут люди дома престарелых иногда не соблюдаются меры пожарной безопасности и практические работы вошедшие в состав этого издания расскажут о ходе плановых проверок по соблюдению требований пожарной безопасности о проведении мероприятий по контролю системы элементов противопожарной защиты очень часто пожары возникают как раз из-за совокупности многих факторов допустим на крыше здания как вот сгорела зимняя вишня начал таять снег вода через крышу протекла закоротила проводку которая не была достаточным образом изолирована некоторые двери были закрыты на лестничных пролетах и люди не могли эвакуироваться чтобы вот такие вот вещи происходили в гораздо меньшей степени специалисты пожарной безопасности на предприятиях должны знать и соблюдать эти требования и держать все необходимые атрибуты для соблюдения пожарной безопасности в ближайшем состоянии здесь хочется пожелать будьте осторожны с петардами салютами бенгальскими огнями на новый год потому что это тоже достаточно пожароопасные вещи следующая книга относится у нас к области туризма она называется Александров Юрий Николаевич экскурсия как искусство это издание приурочено к столетию известного знатока Москвы Юрия Николаевича Александрова в творческом наследии которого особое место занимают труды в области методики экскурсионного дела которые со временем обретают все большую актуальность мы рады сегодня представить широкая читательская аудитория его работы по истории экскурсионного дела подготовки и проведения экскурсий разной тематики отбора экскурсионных объектов и особенностей их показа многие из которых в настоящее время стали раритетом так как сохранились только в домашнем архиве эта книга рекомендуется специалистами преподавателем в области экскурсионного дела студентам специализирующимся по направлению подготовки туризм а также широкому кругу читателей в последнее время опять же появилась по сути дела новая профессия новая старая профессия в нынешних условиях это экскурсоводы которые проводят экскурсии по улице Москвы или есть даже компании которые совершают онлайн экскурсии по мировым достопримечательностям в условиях когда трудно путешествовать со сложившейся эпидемией и как раз эта книга об основах экскурсионного дела как правильно представлять и показывать экскурсионные объекты продолжая тему туризма хочу представить вам следующую книгу которая называется Туристское страноведение это учебно-практическое пособие часто при изучении стран мира акцент делается на малоприменимые в реальной практике страноведческие модели что существенно осложняет самостоятельную подготовку обучающихся и возможность расширенного формирования туризмских страноведческих знаний это пособие выгодно отличается тем что внимание в нем акцентировано на решении именно этой важной задачи проведено комплексное исследование стран мира обобщены данные об их природных условиях демографии этноконфессиональном составе экономики и общественно-политической организации и влияние этих факторов на развитие туризма автор пособия адресовал его обучающимся по направлению подготовки туризм но издательство надеется что книга содержит полезную информацию для работников турфирм возможно для искусствоводов и конечно для всех интересующих страноведением ну наверное эту книгу стоит прочитать всем тем кто все-таки планирует свои путешествия после окончания всей этой ситуации чтобы более подробно и интересно познакомиться со странами мира следующая вот осознание у нас иностранные языки и представляю вам книгу французский язык она выйдет у нас в трех частях сегодня часть первая фонетика и правила чтения это учебное пособие которое поможет овладеть навыками грамотного устного и письменного общения на французском языке материал изложен системно на простом и доступном языке что очень важно при самообучении а технично продуманное удобное оформление издания значительно облегчает обучение ну соответственно пособие адресовано всем тем кто изучает французский язык хочет иметь представление о его структуре хочет самостоятельно освоить грамматику и научиться говорить но в большей части специализации именно на среднем профессиональном образовании следующая книга это русский легко она называется это учебник который был переведен с английского языка эта книга является незаменимым базовым подспорьем для иностранцев желающих в перспективе изучить русский язык здесь удобная структура учебника приведен вводно-фонетический курс тренировочные упражнения общий словарь и наконец прекрасное оформление издания облегчает обучение и обеспечивает возможность творческого подхода к восприятию новых знаний издание адресовано всем желающим самостоятельно изучить русский язык может быть использован в преподавательской работе с иностранцами следующая новинка наша она относится к отраслитературу видения достаточно тоже специфичная называется книга мифа-поэтика татарской литературы это монография которая рассматривает мифа-поэтику татарской литературы как одной из важных составляющих народной духовной культуры помогающей понять не только духовную но и материальную социальную бытовую жизнь целого народа это издание адресовано студентам-филологам аспирантам преподавателям а также всем кто занимается проблемами изучения многонациональной литературы Российской Федерации и истории татарской литературы переходим к следующей новинке декабря она называется сценарий короткометражного игрового бездиалогового фильма тоже достаточно специфичная тема это тоже учебное пособие основная цель которую помочь начинающим сценаристам в сложном процессе создания сценария короткометражного игрового бездиалогового фильма с помощью таких приемов как стори-теллинг книга содержит также комплекс заданий и упражнений и будет способствовать поэтапному процессу формирования необходимых навыков и умений по созданию киносценариев на основе пусть даже небольшого жизненного человеческого опыта 16-18-летних студентов первокурсников издание будет полезно всем кто обучается по специальностям режиссеру кино и телевидения операторское искусство сценарное мастерство технологии кино второй режиссер переходим к следующему нашему изданию тоже на тему искусства искусство и дизайн если точнее это книга уже для широкого круга читателей она называется быть стильной оставаясь собой как рассказать о своей уникальности с помощью одежды мы рекомендуем эту книгу к прочтению так как книга прекрасно иллюстрирована автор является дизайнером стилистом 10-летним стажем Светлана Шабалина издание научит читателей выражать индивидуальность с помощью создания свой неповторимого стиля поможет увидеть свои вещи в магазинах и особенно женщины наверняка оценят умение красиво одеваться так как умение представить себя в одежде оно дорогого стоит используя советы автора вы станете примером для подражания вызывая восхищенные взгляды собственно тогда будет вам нужно меньше смотреть передач о моде вы сами сможете быть для себя собственным модельером и дизайнером моды переходим к теме история эта книга визит канцлера Аденаура в Москву 8-14 сентября 1955 года документы и материалы вышла из печати буквально позавчера она была выпущена совместно с фондом Конрада Аденаура который уже заказал у нас часть тиража этого издания это наши большие друзья с которыми мы плодотворно сотрудничаем сам сборник представляет интереснейшие документы которые расскажут современным читателям о событиях 65-летней недавности это новые порой драматические страницы московских переговоров в 1955 году с первым канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром изложивших основу для современных отношений между Россией и Германией следующая книга продолжает такую немецкую тему тему Германии она называется мемуары событий и люди 1878 1918 годы книга посвящена последнему германскому императору королю Пруссии Вильгельму Второму о котором ходили две легенды одна дружественная изображавшая его чуть ли не великим человеком все знавшим и все умевшим другая легенда употребляла черные краски вместо радушных и согласно ней Вильгельм являл собой опасного демона к тому же обладавшего чертами гения понять истинно отделить так сказать зерна от плевел помогут мемуары самого Вильгельма Второго которые наше издательство сегодня представляет нас от читателей вообще я считаю что историю лучше всего изучать как раз по мемуарам тех людей которые жили и были свидетелями тех или иных исторических событий особенно сравнивая их воспоминания чем по учебникам примечательное то что блестящая остро-сатирическая вступительная статья к воспоминаниям императора написана самим начальством занимавшим с 2017 года пост первого наркома просвещения РСФСР вот можно привести его цитату что Вильгельм сам чрезвычайно ловко закопал себя в сажене на три под землю в этом смысл его мемуаров и вот почему появление их на русском языке так желательно следующая книга тоже относится к разделу мемуаров и воспоминаний называется она воспоминания Жозефины Батлер это уникальное свидетельство уникальное историческое свидетельство вектерианской эпохи мемуары известной британской христианской феминистки Жозефины Батлер одной из сильнейших индивидуальностей своего времени ее жизнь не только пример для подражания но и интереснейший рассказ о женщине умевшей бороться и любить любить не только мужа и своих детей но и любить саму жизнь и конечно людей спасению которых она эту жизнь и посвятила вообще всегда интересно знакомиться с мемуарами таких сильных личностей которые оставили тот или иной след в истории и завершая сегодняшний обзор новинок декабря от издательства Директ Медиа с гордостью хотим представить великолепно иллюстрированное переиздание первого коронационного альбома вышедшего в свет в 1899 году в Санкт-Петербурге сразу отметим что такие альбомы по сей день остаются большой библиографической редкостью и являются книжными историческими памятниками мирового значения издание содержит описание коронации всех российских монархов и подробное описание церемониала принятия власти императора Николаем II императрица Александра Федоровна нельзя оставить без внимания тот факт что все тексты в них писались крупнейшими отечественными историками а гравюру иллюстрации были выполнены выдающимися русскими гравюрами и художниками эта книга отлично дополняет серию книг Юрия Александровича из рука нашего автора с которым мы давно сотрудничаем дополняет серию его книг по истории царской семьи их у нас уже вышло несколько вы можете также с ними познакомиться они очень интересно основаны только на архивных материалах содержит активно архивные фотографии в полном максимально полном объеме и завершая можно сказать нашу сегодняшнюю презентацию хочу напомнить что издатель директ медиа имеет обширную коллекцию не только бумажных и электронных книг но также и аудиокниг с которыми можно познакомиться на сайте directmedia.ru вот здесь адрес вы видите на слайде также приглашаем вас в инстаграм наш адрес в инстаграме издательство нижний слэш directmedia где мы максимально оперативно стараемся познакомить посетителей соцсетей с нашими новинками сразу же можно сказать по мере их выхода с подробным представлением о том или ином издании ну и конечно будем рады видеть вас на наших новых вебинарах приходите на книжную выставку в марте нонфикшен если она состоится и не будет снова отменена в которой мы традиционно участвуем ну и приятная такая новость на новогодние праздники на новогодние праздники наше издательство приняло решение на все на все книги сделать приятные скидки на некоторых книгах я думаю вы уже заметили были акционные перелочки на изображениях обложек если вам что-то приглянулось из сегодняшней презентации не упустите момент заказывайте в новогодние праздники на сайте directmedia.ru все приглянувшиеся вам издания вот наши контакты мы находимся на метро Калужская по поводу покупки изданий бумажные книги у нас изготавливаются под заказ если их нету в тираже на нашем мини складе электронные книги вы всегда можете скачать в режиме онлайн буквально за несколько минут с нашего сайта предварительно их тоже оплатив онлайн никуда ездить не надо электронную версию вы получаете каждой книге на скачивание она у вас остается в постоянном доступе будем рады вашим пожеланиям которые вы можете направлять пожеланиям вопросам замечаниям которые вы можете направлять по нашему имейлу собственно говоря друзья на сегодня все что мы хотели вам рассказать разрешите вас еще раз поздравить с наступающими новогодними праздниками мы надеемся что вы проведете их не только с друзьями за хорошим застольем но и с хорошими интересными книгами которые мы стараемся издавать еще раз благодарю всех за внимание всех посетителей этого вебинара которые пришли в этот предпраздничный день послушать о новинках издать декабрь 2020 года спасибо большое спасибо большое спасибо спасибо спасибо